Сегодня в Новопавловской роще с самого утра неспокойно. Здесь шумят триммеры сотрудников дирекции благоустройства. Косят траву, вырасти с прошлого покоса она успела. Поэтому даже такую небольшую зону, как Новопавловская роща, очищают от травы в несколько подходов. Работают методично и четко. Траву уже скосили в нескольких парках и скверах. Александровский парк, Вишневый сад, Площадь Победы, Центральные улицы и парк Маргелова. Работают ежедневно. Правда, с оговорками. Это работает в каком режиме? То есть мы окашиваем территорию. Соответственно, рост травы никто не отменял. Она растет. Тем более погодные условия к этому благоприятствуют. Тепло и влажность, дожди идут. Соответственно, трава вырастает. По замкнутому циклу мы возвращаемся, как правило, обратно на территории, которые были ранее окошены. Люди реагируют по-разному, говорят сотрудники. Есть те, кто работников благодарит. Мол, наконец-то избавили парк от зарослей. Гулять стало лучше. Хватает и недовольных, кому однодневный шум триммера мешает наслаждаться природой. Здесь сотрудники дирекции благоустройства города просят жителей проявить элементарную этику. Уже на следующий день вокруг станет красивее и тише. По поводу скошенной травы волноваться тоже не надо. Заверили нас в дирекции благоустройства города. Просто лежать на земле ее не оставят. Только уберут ее не в день покоса, а на следующий день. Поэтому нужно немного подождать. В разгар летнего сезона парки и скверы, естественно, в приоритете. Ежедневно сюда ходят сотни людей. Притом, как на прогулку, так и для занятий спортом. Поэтому за красивые виды, без сорняков и отвечают сотрудники ДБГ. Но и про другие зеленые зоны не забывают. В первую очередную мы отрабатываем парки, скверы, для того, чтобы было более комфортно, скажем так, как в них отдыхать и гулять с детьми. Во вторую очередь, соответственно, мы отрабатываем все перекрестки аварийные. Помимо окуса травы, сотрудники дирекции благоустройства занимаются в том числе и самим благоустройством. Например, убирают территорию от мусора, оставленного посетителями. Поэтому красота зеленых зон зависит не только от работы администрации, но и от поведения самих жителей. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город.